2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. В прошлый раз я затронул мысль, которая звучала, вы можете посмотреть в интернете, и пост — это Божье приглашение к поклонению. На самом деле, вы посмотрите, пост — это не обязаловка, хотя в некоторых моментах написано, чтобы человек томил душу свою, и многие ученые ссылаются на то, что это слово «томил душу свою» и говорит о посте, но пост является приглашением, Божьим приглашением на то, чтобы иметь отношение с нами. Бог желает иметь с нами, с вами отношение. И в этот момент поклонение, как я уже говорил в прошлый раз, является тоже важным ингредиентом в нашей жизни. Общаясь с многими верующими людьми, я узнаю, что они давно перестали поститься и практиковать пост и молитву по причине неотвеченных просьб. И чаще всего, наверное, чаще всего, когда верующие люди, особенно верующие люди, пытаются держать пост и молитву, потому что я уже говорил в самый первый раз, в этом мире даже помимо протестантских общин, церквей, существует множество религий, в которых практика пост и молитвы является центром или важной частью их религиозной жизни, так и более для нас, как верующим людям, необходима эта духовная практика. Вы знаете, общаясь с людьми, я понимал, что неотвеченные просьбы перед Богом, неотвеченные, может быть, пожелания или же даже вопль к Богу перестал иметь важную часть жизни людей. То есть пост становится посредственной частью. И когда даже объявляют пост и молитву, а чаще всего в общинах или церквях не объявляют этот пост, многие посты следуют к календарям, которые у нас есть в нашей религиозной жизни, это еврейский календарь. Кстати, еще скажу, что пост Эстер будет у нас 26, 27, 28 числа. Три дня поста, сухой пост, если кто тоже... Вообще-то я бы хотел, чтобы вся община приняла этот момент, потому что нам очень много нужно перемен, особенно через месяц нам нужно будет отсюда красиво уехать, переехать в другое место для аренды, и уже оно есть, и мы попозже расскажем, где оно будет. Знаете, когда неотвеченные просьбы для людей... Я сам вспоминаю Исаия, 58 глава, 30 стих. «Почему мы постимся, а ты что? Не видишь. Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Видите, здесь Исаия говорит очень интересную тему. Говорит о том, что вы во время поста, вы говорите, вот мы делаем это, а ты не видишь. Словами, у людей не было ответа. Они надеялись, что делая какие-то религиозные действия, должно что-то измениться. И Бог говорит, подождите, вы должны понять всю систему и как это действует в жизни человека, который надеется на Бога. Но сегодня я не буду и не хочу говорить о том, почему многие не постятся. Не постятся, да? Постятся точно в интернете, там, посты выставляют. Интересное слово, да, сочетание. Но говорить буду о интересном сочетании. Пост плюс молитва. Прошу открыть вместе со мной Псалом 140. Если у вас есть Библии, есть Танах, да, есть даже телефоны ваши, прошу, обязательно прошу. Откройте вместе со мной 140 Псалом. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицем твоим, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Посмотрите, интересная фраза. «Молитва моя, пускай поднимается к тебе, как фимиам, и воздеяние рук, то есть поднимание рук, поклонение, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану уста моим, огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающих беззаконие. И да не вкушу я от сластей их, то есть от беззакония. Говоря о посте и молитве, в этот раз у меня еще будет одна. Проповедь, которая, надеюсь, многим понравится. Я хотел назвать именно пост и молитва и с прикладным таким состоянием – это мера. Какова мера поста и молитвы? Мера поста и молитвы. Вот здесь псалмопевец говорит, пускай молитва будет как фимиам. И образ фимиама я беру для того, чтобы поговорить с вами, что происходит. Для нас, на самом деле, обряд воскурения фимиама, наверное, не имеет смысла абсолютно. Хотя многие понимают, о чем я говорю. Многие видели там на базарах какие-то запахи, чувствовали какие-то там еще, особенно если заходишь в магазинах, которые немножко имеют какие-то отношения с восточной религией, или как там типа хотят быть похожи у китайцев. Что-то там у них, что-то воняет, что-то там дымится. Поэтому для нас, верующих людей вообще, живущих здесь, понятие фимиама, оно, наверное, не имеет вообще никакого смысла. Зачем? Почему? Но мы четко понимаем, что это такое. Мы четко в голове понимаем, что это такое. Насколько благовония были важны в служении пред Богом? Почему псалмопевец сравнивает их как важная и, знаете, удовлетворяющая Бога жертва? Именно вот этот момент. Для нас непонятно, но они были частью ритуальной жизни. Знаете, и когда я начал думать об этом, потому что псалмопевец говорит, пускай моя молитва будет как фимиам, воздяние рук моих к тебе как жертва вечерняя. И об этом говорит Новый Завет. Прихотажа говорит, чтобы мужи без страха и сомнения воздевали свои руки к Богу. Даже чтобы мирились с женами своими, чтобы не было препятствий в молитве. Поэтому это часть жизни, которую необходимо рассмотреть. Вот что я начал смотреть в служении Моисея, когда он создал Скинию. И нашел несколько интересных вариантов жертвоприношения и самоустройства Скинии. Не буду во всем говорить, там несколько глав, но интересный момент. 30 глава, исход, первый стих. «Сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его». Услышите? Это был специальный жертвенник, на котором и воскуряли, или делали воскурение. И важная часть была в сегменте служения пред Всевышним. «Поставь его перед завесой, которая перед Ковчегом Откровения, против крышки, которая на Ковчеге Откровения, где я буду открываться тебе». Мы говорим часто о Ковчеге Завета. Мы часто говорим о том, что священник один раз в год, он заходил туда. Мы говорим часто о том, что должно происходить там. И Господь открывался, Он говорил, и что это очень важная часть. И даже когда Ишуа умер, то завеса, да, она разорвалась. Ты был доступ к Святой Святых, к Ковчегу. Но вот здесь интересный момент, что ты должен сделать жертвенник, жертвенник для воскурения. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. Каждое утро должно этот дым, это благовоние подниматься, когда Аарон там находится. Дальше, когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения. Ни всесожжение, ни приношение хлебного, ни возлияние, не возливайте на него. Такими словами, это только для благовония. Этот жертвенник только для благовония. И вы если помните, Захария, он пред Господом именно воздавал преджертвенникам благовония, то есть поднимались. Он делал это, когда вот как по приказу Аарона, как то, чтобы наказ был для Аарона. Это часть его жизни. Как связать именно эти моменты? Я пока еще не знаю, но 10 стих интересный. «И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа». Некоторые комментарии ссылаются, что это был день Юмкипур. Или это был день, когда священник заходил. Именно он что-то делал, опрыскивал над крышкой ковчега. Особенно вот здесь. На этом, вот этот жертвенник, где воскуряется, над ним однажды в год должно было происходить действие. И они говорят о том, что нам один раз в год нужно собирать на собрание. Я говорю о том, что здесь очень важные моменты. Я буду читать дальше и услышать некоторые вещи, что происходят в Писании. Исход 30 глава 34 по 38 стих. «И сказал Господь Моисею, возьми благовонных веществ стокти, аниха, халвана, душистого и чистого ливана, всего половину, сделай из них искусством, составляющего масти курительный состав, стертый и чистый святый». Стертый, чистый и святой. Три части. Как будто момент такой, святая, да, внешний дон, святая святых и святое. Три части. Путь истины и жизнь. «Истолки их его мелко и полагай его перед ковчегом откровения, в скине собрание, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение сделано по всему составу, не делайте себе». Другими словами еще, я буду говорить об этом, не делать для себя. Святыню, да, будут они для вас, для тебя, Господу. Сатин, Оних, Халван, Ливан. Я не буду истолковывать предназначение этих интегриентов, но хочу сказать, что хотелось бы когда-то затронуть эту тему. Но важно заметить следующее. Первое. Что благоухание было сделано из четырех составляющих, которые нельзя было применять для личного использования. Это святыня для Бога. Вы скажете, «Реба, куда вы идете? Наберитесь терпения в этот раз, да? Хочу немножко вам показать важности и сущности молитвы и поста. Этот состав, второе, полагался на угли жертвы во время Йом-Кипура и вносилось перед Господом раз в год, хотя отдельно это воскурение было ежедневным. Вы поймете, о чем я говорю? При этом с алтаря должно было воскуряться благовонием и как молитва и хвала. То есть человек не просто зажег и все, он молился. Он приносил перед Господом молитву и поклонение, без которого не мог перед священником войти за завесу перед Господом. Другими словами, если у него была жертва, а своего воскурения не было, он не мог зайти за завесу. Только при постоянном вот этом поднимающемся благовонии, благоухании, он только с этой возможностью мог зайти за завесу. После поклонения и приношения жертв Всевышнего священника выносил курящий угли жертвенника, смешанное с благовониями и проносил через весь стан Израиля. Помните кадила? Вот священники очень часто так кадят. Кадила, вот они ходят с этим запахом. Некоторые люди пытаются понять, что такое вот эти благовония. Пойдите в церковь, увидите, что они делают. Но я не знаю, насколько это вот то, что они делают, это точно. Но здесь, потому что здесь говорится по-другому. Что вот происходило? После того, как это приносила жертва, молитва за Израиль, выносил священники, иногда 3-4, иногда 6 штук этих кадил, да, и проходило через стан с этим запахом. Для многих из нас это событие в истории Израиля не имеет никакого сенса. Потому что мы сейчас слушаем история, мы живем в Новом Завете, Ишуа, Ишуа, наша Пасха, все забыто, все прощено и оставлено. Но хочу вам сказать, что именно по причине непонимания происходящего мы не можем сопротивоставить вот именно значимое в современном мире. Потому что нету жертв, нету этого образа, который был раньше во всем мире. В Йом-Кипур, в Тории, в Талмуде сказано, что этот день называется Йом-Кипурим, то день наверное искупления самого понятия. Когда каждая семья приносила в жертву за грех, свой грех, жертву искупления. Все это не было в чинном благоволение, как мы, смирение духа, как мы любим делать. Мы вот так вот сильно смиренные, сильно мы пред Богом склоненные, и вот мы приносим жертву за грех. Наверное, навряд ли так можно было сказать, потому что у нас нету картины. Но представьте себе в пустыне народ, который вышел из Египта. Мы только читаем, то больше 600 человек, мужчин было только. Если бы в общем-то около 2 миллионов людей вышло из Египта. И тогда нужно было приносить жертвы. Раз в год это должно было сделано. Что интересно, что это должен был делать только священник, чтобы вы понимали. И это очень важная тема. Десятки тысяч животных приносили жертву. Десятки тысяч животных. Можете представить рев животных, крик людей, которые говорили, подвинься, дай мне первому, или это по-торому. Возьмите моего барана или там овна. Люди каялись, раскаивались. При этом люди постились и смирялись. Мы это можем прочитать в некоторых местах. И важная тема была в это все действие нужно было верить. Нужно было поверить. Верить, что Бог сказал, что именно в этот день приходит очищение. Нужно было поверить. Ты не должен приносить жертву за грех в любой другой день. Именно в этот день, а не в другой. Ты должен это был сделать. Верить, что именно ты должен отдать в руки священнику, а не кто-нибудь другой. Ту жертву, на которую ты возлагал, перенося свои согрешения. Именно священник должен был сжечь жертву, потом принести угли жертвенника, соединить их с благовониями, которые делались из четырех ингредиентов. И вдобавок это было сделано с радостью. Это нужно было делать с радостью. Почему? Как вы думаете, почему нужно было все делать с большой радостью? Потому что они были свободными людьми. Это не было как бы задобрить Бога, чтобы Он был с благоволением к нам относился, задобрить чем-то его. Наоборот, это была именно благодарственная жертва за грех, что мы свободны, мы прощены, мы освобождены. Закон предписывал, что в этот день никакой работы делать нельзя. Число 29-7. Смирять душу свою, это, как я уже говорил, поститься, и это день очищения пред Господом. Вы можете это увидеть в местах Писания, как Левит, 23 глава, 27 по 32 стих. Числа, я вас зачитаю специально, числа 29-7, 8 и 11, три стиха. В 10-й день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание, смиряйте тогда души ваши, никакого дела не делайте, и приносите все сожжение Господу в приятном благоухании одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока пусть будут они у вас. 11 стих. И одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверх жертвы за грех, приносимы в день очищения, сверх сожжения постоянного хлебного приношения его и возлияния их. Все это, можете себе только представить, я понимаю, что у нас воображение не так сильно работает, потому что наша обыденная жизнь не дает нам возможности это так представить, даже в фильмах невозможно это подумать. Если бы хотя бы раз вы разделывали курицу или же рыбу, как купленную на привозе, делали это и не остались незапачканными, например, кто-нибудь из вас разделывал курицу или рыбу и не остался без пятна и порока. И бывает и на голове и все. Если вы скажете, что вы могли это сделать чисто, тогда я скажу, что вы купили эту курицу полуфабрикатом на Дерибасовской. Но в сущности в жертве за грех принимали участие все люди. Но священники не оставались в белых одеждах с мраморным лицом благовеянным и все хорошо. Священники именно участвовали, непосредственно не участвовали в этом деле. Просто-напросто, я не знаю, как вам объяснить это состояние. Кто-нибудь иногда, когда-то, я уже сказал, разделывал курицу. Одно дело разделать курицу, которая уже только тушка. а другое дело ее поймать, взять или где-то и потом ее именно разделать. Кто это делал? А теперь понятно, кто из вас участвовал в других каких-то живодерских вещах, но в другом барана разделал. Кто разделал барана? Окей. А теперь представьте себе, те, кто только три человека понимают, о чем мы говорим. Потому что мы говорим о жертве, все хорошо, прекрасно, это нормально. Десятки тысяч животных, которые, можете представить, в центре, где находился Израиль или Стана, был скини Моисея. И перед входом было то место, куда приводили того барана или жертву, возлагали на него руки и передавали его священнику. Это люди, тысячи, тысячи людей. Что могло происходить? Запах крови, запах свеженины. Кто-нибудь чувствовал когда-нибудь этот запах свеженины? Как вот запах вот в самой разделе, когда особенно вот, вы меня, простите, буквально год назад, будучи там у наших друзей на ранчо, у них там олени, как бы сказать, можно было охотиться и мне маленького Бэмби пришлось отправить на бэмбинские небеса. Ну да, охотились, я застрелил оленя, привезли его, и он говорит, ну все, будем прямо здесь и разделывать. Я говорю, шо? За ноги подняли, как бы там раз, два, раз, и вот этот запах вот этого внутренностей, вот этот, только вот недавно что-то Бэмби поел или что-то еще, да, вот этот, весь запах этого всего. Я специально говорю вам об этом, потому что вы должны представить, что там происходило. Вы должны представить, что это запах и крови, и пота, и грязной одежды священника. Это не было так, зарезал одного, пошли, поменялись, а беленькие, опять, знаете, такая, нет, там просто была машина, нужно было все в этот день, в этот день нужно было все это сделать и приносить это в жертву. Я говорю, что ужасные эти вещи, но на самом деле это все зрелище было прообразом фактически Голгофа, где Мессия стал козлом отпущения за наши грехи. Ужас, крики, стон, эти моменты. И опять вернемся к Израилю. Что происходило там? Фактически, когда эту жертву брали, вложили ее на жертвенник, когда сгорало, священник брал эти угли, представляете, вот этот запах Мессио, ложил в кадильницу, потом приносил перед алтарем кадильным, брал оттуда благовоние, вкладывал или же в ту кадильницу, где уже были угли, и только с этим мог заходить пред Господом. все это происходящее, которое там было, этот аромат, он немножко изменялся. Но что происходит? Аромат становится другим. Жертвенный и воскурений. То, что два разных запаха. Новое благоухание происходило. Вы должны помнить, я говорил, что священник после всего он выносил, кадил и ходил посреди народа. Когда во время этого ужаса, приношения жертвы, он выходил и проходил через весь стан, чтобы новый запах, новый запах, наверное, который менял чувства. Реальность такова. Новое благоухание приносили изменения. потому что если бы уже делали, как я уже сказал, тушу разделывали, то вот это состояние, ты, может быть, давно, как сказать, как называют те, кто на бойне работают? А? Мясник, ладно. Может быть, ты давно мясник, шохет, да? Но вот этот запах эти все, они все подташнивают. Да, такое состояние, ты можешь потерять сознание, у нас хочется уже, когда происходит, и вырвать. А при всем этом запах жареного мяса, который там сжигается, который, наоборот, пробуждает аппетит. И то, и другое сразу. По этой причине, друзья, выносили новый запах. Новый запах. Ситуация менялась, и я говорю это с новыми понятиями. реальность наших изменений. Запах крови, жертвы, перемешку с потом, я уже как говорил, приносила новое благоу... и изменялась в новое благоухание, приходила надежда, приходило изменение. Я вам хочу сказать, что мои молитвы не все были исполнены тогда, когда я хотел, именно как я хотел. и может быть многие из нас молятся и не получают ответа. Честно говорю, есть молитвы, которые у меня уже идут более 20 лет, и я не вижу результата. Мои желания пред Богом, которые длится уже так долго, я не вижу результата. Наверное, многие из нас смотрят также на молитву. Многие молятся, спросят у Бога, посреди всех обстоятельств, трудностей, переживания, посреди этого крика, крови, посреди этих жертв, которые приносились. И нам на самом деле иногда хочется сказать, достало. Посреди всего ужаса, который у нас есть, на самом деле мы иногда не получаем ответа. Но знаете, что происходит? часто люди смотрят на молитву, как палочка воручалочка. Или палочка, которой ты захотел, помолился, помолился, и вот, чтобы оно исполнилось. А когда оно не исполняется, а еще если долго не исполняется ваша молитва, которую вы просите у Бога, у меня вопрос, что с нами происходит? Что с нами происходит, и как мы реагируем на то, когда молитвы не отвечены у нас? Более настойчиво молимся? Кто более начинает более настойчиво молиться? И уже 20 лет с каждым разом больше, больше, больше. Или опускаем руки? Что мы делаем, когда наша просьба перед Богом не отвечена? Чаще все люди говорят, ну, значит, Богу так угодно, перестану молиться. Может быть, поэтому Исаия говорит дальше, 52 глава, 2 стих, они каждый день ищут меня, хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно, и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Да, и да, и аминь. Но я хочу вам сказать, для чего существует вообще молитва. Реальность такова, что молитва служит для того, чтобы устоять. Устоять посреди трудностей, через которые ты проходишь, как благовоние, которое проносилось через весь стан. Чтобы изменилось. Я, может, не решу все свои проблемы одной молитвой. Я, может быть, не решу всех своих проблем, молясь, может быть, не один раз, неделями или же месяцами. Но я знаю, я знаю точно, что молитва, которую я веду с моими друзьями, с народом Божиим, разрядит тучи, которые вокруг меня, сделает сладкое благоухание мира Божьего, которое наполняет мою душу. Что я хочу сказать? Когда выносился этот кадил перед народом, когда они проносили через стан, то реальность не изменилась, как продолжали резать животных для жертвы, так и происходило. Вопль, кровь, запахи, хочется, может быть, и вырвать, и даже каждая толпа людей. Но атмосфера сразу менялась, потому что все понимали, запах вынесли из святая святых. Новый ингредиент пришел из святая святых, как надежда, как перестать волноваться, как перенести невыносимое. Ведь мы попадаем в такие ситуации, когда говорим все, не могу, Боже, просто не могу. Я вам скажу как. Вложить угли твоей жертвенности в молитвенный сосуд, с молитвами, которые из четырех ингредиентов, пронести через хаос твоей ситуации и знать, что Бог с тобой. С молитвы, которые ставил нам Мишуа, Отче наш, кто ее часто читает, ее молится. И когда ситуация происходит, каждое утро ты можешь говорить, я войду с этим новым чувством. Авинуши башамаем, ава очи, сущий на небесах, да святится имя твое, да приди царствие твое, да будет воля твоя на земле, в моих ситуациях, в моих проблемах, да будет воля твоя, не веди меня в искушение, но избавь меня от лукавого, ибо твое есть царство, да, дай мне хлеб мой, дай мне хлеб, ты говоришь, дай мне работу, дай мне пройти эти ситуации, ты молишься, ты славишь Бога, потому что ты вложил твою жертву и твою молитву в кадильницу, которая меняет атмосферу твоей жизни, более того, еще говорит такие слова, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, как многие из нас с удовольствием делать это, как это, ну как это, ну как с удовольствием помолиться за тех, кто тебя гонит, или на тебя гонит, когда, как с удовольствием помолиться за тех, кто тебя преследует, еще говорит, благословляйте проклинающих вас, молитесь за кого, За тех, кто вас обижает. Как многие из нас могут в этих обстоятельствах взять эту лампаду с молитвой и нашей жертвенностью, которую мы имеем в служении перед Богом и пойти с этим пред Всевышним за тех, кто нас обижает. Исайя 58,6. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, разделись голодным хлеб твой, скитающий бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его и отеди на кровную твою, не укрывайся. Как? Молитва должна изменять нас, друзья. Мы часто молимся о других, об обстоятельствах других людей. Но молитва в сущности должна менять меня. Меня должна быть молитва менять. Когда я из злого, ужасного меня. Мы знаем, что мы иногда хотим людям высказать все, что мы о них думаем. Когда хочется вот так развернуть и надавать, так, чтобы понимали и знали, как христиан или верующих трогать. Пойти засудить, чтобы знали так, чтобы потом не было лестно. Те, которых мы ненавидим, начинать любить. А начинается молитва в молитве. Этот кадилов. Жертвенность и новое благоухание. Мы приносим пред Богом. Эта молитва благоприятная Богу. Когда мы отпускаем тех, кто нас унижает. Могу ли просто сказать одну мысль? Чем больше жертв приносилось, тем больше непередаваемого запаха окружало место ухода в скинье. Чем больше жертв, тем больше неприятного запаха. То, что тебя мутит, тебя кроет, тебя хочет вырвать или ты хочешь уйти. Чем больше ты жертвуешь. Послушайте еще раз. Может быть, многие из вас скажут, я жизнь положил там в служении, служа людям. Дестроил это, другое, четвертое, пятое. Тем больше, я вам скажу так, этого неприятного запаха будет вокруг вас. Тем больше. Ситуации в вашей семье, в вашей работе, в других каких-то вопросах. Чем больше приносилось жертв, тем неприятного запаха осталось больше и больше. Потому что там так должно быть. Так должно было быть. И чем больше смрада, так что, как я говорю, хотелось все это вырвать, тем больше кодили благоуханием. Чем больше было запахов, тем больше благоуханием кодили. Тем больше его выносили, чтобы этот запах изменялся. И чем больше смрадовок круг нас, тем больше молитв должно возноситься Богу. Я надеюсь, вы поймете сегодня мое откровение для нас. Чем больше обстоятельств, тем больше ситуаций, тем больше молитв должно возноситься. И следующее. Чем больше, чем дальше вы находитесь от молитвы, тем больше твоя жизнь будет смердеть. Вы понимаете разницу, нет? Мы, как верующие, часто всего говорят, «А, Ишуа по благодати, он все спас, он все изменил, он уже ходат за меня на небесах, я сын царя и тому подобное, и тому подобное. И что ты делаешь? А вот так ничего». А что же это еще надо делать? Это на служение ходить. Люди ходят, не зная, зачем служат. И чем дальше ты находишься от молитвы, тем больше твоя жизнь будет смердеть. Потому что ты окунаешься в эти обстоятельства, ситуации. Этот запах прилипляется к тебе. Но если ты начнешь молиться, то ты должен знать, что в свое время Бог ответит. Начнешь молиться, начнешь полагаться на Господа, и Господь ответит. Потому что Эзекиил, Экклезиаст 3 глава 11 говорит такие слова. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Молитвы бывают неотвеченными, как и мои тоже. Но каждый раз, когда я общаюсь с верующим, начинаю молиться на каждом месте, на каждом месте, даже по телефону дома, люди там рядышком, мы молимся, ты понимаешь, что ты окружаешь себя новым запахом пред Господом. И мир Божий, он просто наполняет твое сердце. Твоя надежда поднимается к Богу. Римлянам 8, 23. «Притом знаем, что любящих Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу». Может, я не все еще понимаю о Боге. Бога вообще не понять нам. Я, может быть, не все знаю о Боге, но мой Бог сделает что-то прекрасное в ситуации, в которой я нахожусь. С моим сердцем, которое нужно оперировать и так далее. Знаете, я думаю, что-то хорошее должно из этого быть. Зачем это нужно? И если мы называем себя последователя Мессии, подражателя Ему, тогда хочу напомнить вам его молитву в саду. Матфея 26, 39. «И отойдя, немного пал на лицо свое, молился, говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И иногда мы думаем, что было один раз. Вот просьба была один раз. Как и у многих из нас. «О, Боже, вот эта ситуация, пускай она меня минует. Ой, ситуация такая-сякая, пускай она минует. Да? Мы тоже молимся так, чтоб пронесло, чушь, чтоб пронесло. Это налоговая, что-то еще там, как бы так, чтоб пронесло. Но иногда, говорит, это не будет моя воля, но налоговая. Матфея 26, 42. Смотрите, несколько стихов ниже. Еще отойдя, другой раз молился, говоря, второй раз Ишуа молится. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Другими словами, он боролся, он просил, он молился, чтобы все, что его ожидает, оно его миновало. Как и мы, мы иногда предчувствуем ситуацию, видим ситуацию в болезнях или же в работе. Мы начинаем говорить Богу, умолять Бога, начинаем вопить к Нему, вместо того, чтобы сделать нечто, положиться на то, что Он выведет. Он сделает. Конечно же, Он мог вынести невозможное, когда даже не случалось так, как Он хотел. И Шуа смог вынести невозможное в тот момент, когда Он этого не хотел. Так что, и вы можете вынести то, что вы можете вынести, когда вы этого не хотите, потому что Бог, Он один и тот же. Если он со своим собственным Сыном, который Его просил, если возможно, если возможно, и Он дал ему нести невозможное, и он вынес, он просто доверился Богу. И тогда Ангел Господень, написано, служил ему. Друзья, вы хотите, чтобы Ангел Господень служил вам? В ваших ситуациях? Тогда нужно сказать то, что невозможно, то, что я хочу, должно быть положено на алтарь пред Богом. Вот для этого существует молитва, для этого существует пост, смиряя себя, ты доверяя Богу, знал, что Он рядом с тобой. Многие скажут, ну, конечно, Он же Бог, Он мог вообще все сделать, и это потерпеть. Подумаешь, я не Он, и хата не моя, да, так хай горит все синим пламенем. Я не Бог, поэтому пускай люди терпят меня таким, как я есть, не собираясь спасать весь мир. Так люди чувствуют, не собираясь спасать весь мир. Может, и мы не сильны, как нас спаситель. Да, может быть, как люди, как творение, из плоти и крови, мы не можем многое сделать. Может, мы не согласны, и не можем перенести несправедливость в этом мире. может быть, из-за того, что у нас такое давление, мы слабы, и не можем смириться с тем, или там, ситуацией, которую мы проходим. Но это не причина не молиться. Не причина не приходить на собрание. Не причина не поститься и не читать Писание. Нету причины для того, чтобы не идти к Богу. И когда ты возьмешь себя в руки, вспомнишь, кого нужно отпустить и кого приблизить. Когда ты покоришь свою гордыню Богу, тогда, 58 глава, откроется, как заря свет твой. И исцеление твое скоро возрастет. И правда твое пойдет перед тобою. И слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь и Господь услышит. Возопьешь и Он скажет, вот я, когда ты увидишь из среды твое ярмо, удалишь из среды твое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. И отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме и мрак твой будет как полдень и будет Господь вождем твоего сердца. во время засухи будет насыщать душу твою и уточнить кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, как источник, который воды никогда не иссякнет. И застроиться потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и буду называть тебя восстановленным развалин, то есть это наш примиритель, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадой святым днем Господнем, чувствуя и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычным твоим делом, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость Господи, я возведу тебя на высоте земли, дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Что такое для нас пост? И молитва два разных жертвенника. Один воскурение, другой жертвой за грех. Соединяя вместе мы получаем особенное понимание. Мы можем пройти. Молитва изменяет нашу атмосферу. Молитва меняет меня. И сегодня я бы хотел помолиться за каждого из нас. если вам нужно изменение вашей ваших обстоятельств вообще, вспомните о том, что нам необходимо, чтобы после молитва было частью нашей жизни, как священники, которые приходили для того, чтобы принести жертву за грех. чтобы изменить атмосферу, изменить ситуацию в нашей жизни, нам нужна молитва. Не только утром или вечером, не только в тяжелые обстоятельства, когда это происходит, а вообще, как бы, знаете, всегда. в молитве будьте немногословны, но постоянны. Что это? Как это? это надо понимать просто. Если вы еще не участвуете в молитве у нас в среду, я рекомендую вам прийти. Я рекомендую вам прийти, мы делаем ее один час специально. Некоторые люди даже говорят, хотелось бы подольше, хотелось бы подольше. Тогда скажу вам, приходите раньше. Говорит, хотите? Говорит, Василь, да? Говорит, ты любишь вчерашний борщ? Да? Приходи завтра. Ой. Давайте встанем. Если каким-либо образом мое сегодня послание вам дало намек на изменение. И вы хотите каким-то образом, но еще не знаете как, изменить свою духовную жизнь, чтобы на самом деле то, что вокруг нас, обстоятельства, ситуации, мы брали в свои руки, как часть приглашения от Бога, не только пройти, перенести, но испытания, которые мы попадаем, стали для нас приятным благоуханием, чтобы Бог, видя нас в этих обстоятельствах, видел, что мы меняемся благоухание и жертва. Без нее невозможно зайти за весу. Без молитвы и твоей жертвенности, которую ты открываешь в служении, в любом служении, друзья, в любом служении. Часто говорят о том, что хочу проповедовать, проповедовать это служение. Но поверьте, каждый даже отчет за свое служение. Я не искал быть проповедником. Я с удовольствием поделюсь этим местом с теми, кто прошел библейскую школу, тех, кто понимает, что Божье Слово это авторитет. Имеет практику, имеет правильное сердце. Потому что можно вставать за кафедру, за БИМу, не имея правильного сердца к тем людям, которым ты служишь. Понимая, что не все совершенны, использовать ее для личной корости. За многие вещи можно будет отдать отчет. Если вы готовы проповедовать, это возможно каждую среду. Да можно на улице проповедовать, можно здесь. Покажите вере вашей, покажите ее, что для вас Бог и ваша жизнь, насколько она важна для вас. Або пред тобой твой народ, как ковчег, который сотворен тобою, место безопасности, место, где можем открыть наше сердце и нашу внутренность, место, где можем сказать о том, что болит, о том, что мы переживаем. Мы говорим о вину шибашима им. Научи нас молиться. Научи нас среди обстоятельств, которые вокруг нас, среди того, что происходит, вопля, криков, жертв всевозможных, всего то, что происходит, иметь силы взять от жертвенника в кадильницу, молитву принести пред тобою, любить тех, которых не хочется любить, тем, которых хочется рассказать все, что внутри болит. оба, сегодня время, время перемен для нас. Ты желаешь изменить нас. Ты пришел в этот мир, чтобы изменить нас. Ты страдал добровольно, потому что согласился с тем, чтобы сказать, оба, не моя будет воля, но твоя. и если нас просят идти в два пути, дать рубашку, поделиться, Господь, Боже, меняй нас, изменяй нас, чтобы мы увидели Твою милость и благость к нам, к нашим детям, в нашем бизнесе, Господь, я знаю непременно, Господь, Ты ответишь на все нужды, которые люди имеют, особенно, Господь, те, которые именно постепенно те, молятся, которые взывают к Тебе, приглашают Тебя, чтобы Господь поразделить с Тобой время. Иисус, Ишуа, Господь, Спаситель, Ты нужен и свят, свят, свят. Або я хочу быть в той толпе израильского народа, которые стоят перед И говорит, вот мой Агнец, вот он. 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...